Ибн Муслим Они утверждали, что суд и решение принадлежат только Аллаху, и Али, да будет доволен им Аллах, произнес тогда свое знаменитое выражение – слово «истины», под которым подразумевается ложь. Когда хариджиты остановились в Харуре, Али, да будет доволен им Аллах, отправил к ним Ибн Аббаса, чтобы тот побеседовал с ними в надежде, что они вернутся на истинный путь. Привели хадис от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, в котором он рассказывает. Я сказал Али, о повелителе верующих, отложи зугар, разреши мне пойти к этим людям и поговорить с ними. То есть отложи, отсрочь намаз. Али, да будет доволен им Аллах, сказал, я опасаюсь, что они причинят тебе зло. Ибн Аббас успокоил его, сказав, не причинят. Он рассказывал дальше, я пошел к ним, надев одну из самых красивых одежд из Йемена. Я застал их во время полуденного отдыха, то есть они отдыхали в полдень. Я поздоровался с ними, и они сказали, добро пожаловать, Ибн Аббас. Что это за одежда на тебе? Они обратили на нее внимание, потому что она была очень красивой. И те люди были чтецами Корана, проявляли усердие в поклонении и были аскетами во всем, что касалось этого мира. Они порицали Ибн Аббаса, который являлся сподвижником, ученым, тарджуманом Корана, то есть объясняющим Коран, за то, что он надел красивую одежду и считали такой поступок недопустимым. Я уже говорил вам как-то раз, что зухд, аскетизм, это одно из деяний сердца, а не других частей тела. Итак, они спросили, что это за одежда на тебе? Он ответил, вы порицаете меня за это? Я видел на посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, еще более красивое одеяние. И был неспослан следующий аят. Скажи, кто запретил украшение Аллаха, который он даровал своим рабам, и прекрасный удел? Они спросили, что же привело тебя к нам? Я сказал, я пришел к вам от сподвижников посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, мухаджиров и ансаров, чтобы передать вам то, что говорят они, и сообщить им о том, что говорите вы. И откровение было ниспослано им, и они лучше вас знают его значение. Коран был ниспослан им, а среди вас нет ни одного из них. Некоторые из них стали кричать, не вступайте в споры с корайшитами. Поистине Всевышний Аллах сказал, они являются людьми, припирающимися. Ибн Аббаз, да будет доволен Аллах им и его отцом, говорит, я никогда не видел людей, которые бы проявляли больше усердия в поклонении, чем они. На их лицах чувствовалась усталость от частого недосыпания, из-за того, что они часто выстаивали ночи в молитвах. Их ладони и колени были подобны верблюжьим коленам. Из-за того, что верблюд часто встает на колени, когда опускается на землю. Какой становится его кожа, соприкасаясь с землей? Очень грубый, да? Твердый, огрубевший. Такими же стали их колени и руки, подобными верблюжьим коленам. От того, как часто они шли в земной поклон. На них были выстиранные рубахи, крайне обветшалые от частой стирки, поскольку те люди были аскетами, и у них было только по одной рубахе. Некоторые из них сказали, «Нам непременно нужно поговорить с ним и посмотреть, что он скажет». Ибн Аббас сказал им, «Мне сообщили, что вы в чем-то упрекаете и недовольны двоюродным братом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который к тому же муж его дочери, а также упрекаете мухаджиров и ансаров». Они ответили, «Мы недовольны им из-за трех вещей». Ибн Аббас спросил, «Что это за вещи?» Они сказали, «Он назначил судьями людей в религии Аллаха, хотя Аллах сказал, решение принимает только Аллах, так как же люди могут быть судьями и принимать решение вместо Аллаха?» Ибн Аббас сказал, «Это одно». Они продолжили, «Во-вторых, он воевал с людьми, но не брал трофеев и пленных». Я уже говорил на нашем прошлом собрании, то, что Али и его армия не преследовали тех, кто обратился вспять, не добивали раненых и не брали трофеев. Они сказали, «Он воевал с людьми, но не брал трофеев и пленных. Если те, с которыми он воевал, были неверными, тогда их имущество было для него дозволено. А если они были верующими, тогда он не должен был проливать их кровь. Армия может быть либо верующей, и тогда ему не дозволено сражаться с ней, либо неверующей. Раз он сражался с ними, значит, те люди были неверующими, и тогда ему разрешено брать трофеи и пленных». Ибн Аббас, да будет даулиным Аллах, сказал, «Это второе». А что третье? Они сказали, «Он снял с себя титул повелителя правоверных. Если он не повелитель правоверных, следовательно, он повелитель неверующих». Это была третья их претензия. О первой и второй претензиях вы уже знаете. А третья состояла в том, что Али якобы снял с себя титул повелителя верующих. Об этом упоминает Аль-Хайсам ибн Ади в своей книге об истории хариджитов. От него передает Аль-Хафиз ибн Кафир в своем тарихе. Говорят, что когда Али, да будет даулиным Аллах, переписывался с Муавией по тому вопросу о судействе и перемирии, он отправил к нему Аль-Аш'аса ибн Кайса с послания. Послание пришло к Муавии, да будет даулиным Аллах, и он прочитал в нем следующие слова. От раба Аллаха, повелителя верующих Али, к Муавии ибн Абисуфьяну. Муавия сказал, «Если бы я считал, что он повелитель верующих, я бы не сражался с ним». И Муавия не присягнул Али. Муавия сказал, «Пусть он просто напишет свое имя и сначала упомянет себя, поскольку он достойнее меня и раньше принял ислам». Али, да будет даулиным Аллах, сделал так, как сказал Муавия, стер слова повелителя верующих, и именно об этом хариджиты сказали, что он якобы снял с себя титул повелителя верующих. И если он не повелитель верующих, значит, он повелитель кафиров. Ибн Аббас спросил, «Есть у вас что-нибудь еще?» Они сказали, «Этого достаточно». Ибн Аббас сказал, «Что вы скажете, если я прочту вам из книги Аллаха и расскажу вам из сунны послания к Аллаху, мир ему и благословения Аллаха, то, что опровергает ваши слова? Откажетесь ли вы тогда от своего мнения?» Те ответили, «Да». Ибн Аббас сказал, «По поводу вашей претензии о том, что он назначил людей судьями в религии Аллаха, я прочитаю вам из книги Аллаха аят о том, как Всевышний Аллах перенес на людей вынесение решения в том, что касается зайца, цена которому четверть дирхэма, или другой добычи. Всевышний Аллах сказал, «О те, которые уверовали, не убивайте охотничью добычу, находясь в их раме. Если кто-нибудь из вас убьет ее преднамеренно, то воздаянием за это будет скотина, подобная той, что он убил, выносит решение о ней, жертвенной скотине, двое справедливых мужей из вас. Заклинаю вас Аллахом, какой суд людей лучше? В том, что касается кролика или другой добычи? Или же жизни людей и их примирения? Если бы Аллах пожелал, Он бы сам принял решение по этому вопросу, но перенес это решение на людей. Он продолжил. А о муже и жене Аллах, Аззаваджаль, сказал, «Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им». Заклинаю вас Аллахом, подумайте, что лучше, вынесение людьми решения о сохранении жизни мусульман и их примирении, или того, что касается жены и ее брака? Так что, с первым делом покончено? Они ответили «Да». Ибн Аббас продолжал. «Вы сказали, что Али сражался, но не брал пленников и трофеев. Неужели вы хотели бы взять невольницей вашу мать Аишу и распоряжаться ею, как распоряжаются невольницей? Если вы скажете «Да», то станете неверными, так как она ваша мать. Если же вы скажете, что Аиша не ваша мать, то также впадете в неверие. Поскольку Всевышний Аллах сказал, «Пророк ближе к верующим, чем они сами, а его жены – их матери». Итак, какой бы из этих двух вариантов вы бы не выбрали, вы окажетесь в заблуждении. Он рассказывал, они начали переглядываться между собой. Наконец, Ибн Аббас, да будет доволен им, Аллах сказал, «Так что, с этим тоже покончено?» Они ответили «Да». Он продолжил, «Что касается ваших слов о том, что Али отказался от титула повелителя правоверных и, следовательно, стал повелителем кафиров, то я прочитаю вам то, что вам понравится». Вы слышали, что посланник Аллаха салляллаху алейхи вассалям заключил мирный договор с Сухейлем ибн Амрам и Абу Суфьяном ибн Харбом в день Аль-Худайби'и, чтобы заключить перемирие с Курайшитами? В тот день он позвал к себе повелителя верующих, то есть Али, и сказал, «Пиши Али в договоре». На этом заключили мир Мухаммад, посланник Аллаха. Курайшиты возразили, «Не пиши посланник Аллаха, если бы мы верили, что ты посланник Аллаха, то не воевали бы с тобой». И он салляллаху алейхи вассалям стер слова посланника Аллаха. Ибн Аббас сказал, «Клянусь Аллахом, посланник Аллаха салляллаху алейхи вассалям был достойнее Али, и даже если он согласился на то, что его не назовут посланником Аллаха, это не вывело его за пределы пророчества. В итоге две тысячи человек вернулись с Ибн Аббасом к Али, а четыре тысячи остались. Как передаётся в том риваяте в Харуре, тогда находилось шесть тысяч человек. В других версиях этой истории сказано, что их было восемь, десять или двенадцать тысяч. Когда Ибн Аббас вернулся и Али увидел, что он сделал, Али лично пришёл к ним, чтобы побеседовать.